снова здорово дома геспондент связи роман канал фрисан games мы вернулись с вами фирму fs23 она же парнинг симулятора 23 это мобильная версия новая в ней пока ничего не вижу значит смысл какой в прошлой серии мы собирали деревья пилили дрова все как положено давайте кстати посмотрим на мои производства вот у меня мебель собирается кстати мебель измеряется в литрах нихера себе ты не знал а вот я тебе расскажу что мебель измеряется исключительно в литрах виноградный сок соответственно у меня делается изюм я делать не хочу пусть это все остается как она и есть денег у меня 863896 соответственно почти 900 тысяч что не может не радовать здесь у меня что-то растет здесь у меня что-то посеяно здесь что-то куда-то я уже не помню давно сюда не заходил если честно и давай смотреть а я отфильтровал чтобы посмотреть где продается оливки то есть вот это поле которое стоит 160 тысяч оно соответственно оливковое почему я на нем акцентирую внимание потому что насколько я понимаю насколько я понимаю я могу понимать а могу и не очень то оливки так же как и виноград здесь сажать нельзя соответственно либо ты покупаешь как есть либо ты соответственно сошь лапу и у тебя не будет никогда этих оливок окей так и у меня куплен 1 2 3 4 поле плюс виноград и мы можем опять же сделать еще посадить какое-нибудь поле для того чтобы им заниматься сандре пшеница ячмень канула овес это все стандартное кукуруза кукуруза кстати растет где-нибудь кукуруза подожди а ну-ка давай-ка я все отключаю возможно сегодня мы стартуем занимается кукурузой кукуруза бляха нигде не растет кукуруза да нигде не растет кукуруза окей давай мы тогда вот это поле сейчас с тобой купим сколько ты стоишь тварь 257 253 720 до беру естественно и будем мы там конечно же сажать кукурузу все не просто так покупал искал с целью кукурузы потому что хочу посадить разное количество различные ингредиенты различной сельскохозяйственной культуры для того чтобы соответственно было разнообразие да что ж такое а где у меня вообще техника какая-нибудь кто у меня с посадкой занимается так ты точно нет ты точно нет ты точно нет ты нет ты маленькие свободные ничего не делаешь ты собираешь всякую шушеру а где у меня хрень которая сажалка вы куда делась моя сажалка агент не она она где то есть инфа сотка она где то должна быть вопрос только где она так ты точно нет а где же моя села ты тоже точно нет ты нет а где-то а вот и где здоровенная хорошая это же она по моему нет не могу понять но вроде она похожа я так да да давно сюда не заходил что я уже забыл что где как выглядит и прикинь это ж надо так а да хорошо вот она так смотри куку 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 в смысле а я не могу посеять куку да ладно ну-ка давай смотреть где у меня соответственно по 4 жатки жатки это не то сеялка сеялка вот 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 а у меня получается сеялка которая а где сеялка которую куку 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 вузу то подожди она сажалка не сеялка но она тоже кстати сразу удобряет так это у меня захват четыре с половиной 6 9 конечно же 9 и тут еще добавляется да давай покупаем самая дорогая стоит восемьдесят девять тысяч пятьсот рублей все мы купили окей ну лоханулся маленько ну с кем не бывает тем более со мной там не вообще можно звуки странные бобби что ли пришел так где тут магазин где магазин ой точно бобби пришел в пень что ли колоду пилился до в пень врезался не заметил его а едем в магазин тогда забираем нашу сажалку мне еще потребуется получается насадка на комбайн которая собирает кукурузу потому что обычной штатной собрать нельзя это нужен специально специальная жатка нужно или даже специальный комбайн сейчас посмотрим не помню я уже вообще ничего остальное пусть пока растет с деньгами у нас особых проблем на данном этапе не да и в принципе нет просто заходишь урожай собираешь продаешь остатки перерабатываю что если так как бы вообще не проблема бабе не кусай меня пожалуйста за ноги собачонка пришла меня за ноги грызет это моя селка так окей это моя селка сажалка дальше смотри 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 хлопка свекол на картофель на силосно уборочная значит это просто жатку вот она початка початковая хрень захват 6 12 а почему вы здесь 6 здесь 9 а ну и по цене а в чем прикол дес 10 10 3 4 ладно в любом случае я беру на 12 метров покупаю естественно но блин а я сейчас не смогу ведь зацепить и то и другое хотя если позволит опять же спереди а подожди такая наверно могу нет это комбайн нужен так придется тогда сюда гнать комбайн придется сюда гнать комбайн ну в целом ладно пока она сеять будет то соответственно мы сюда комбайн быстренько и пригоним это не проблема просто все равно нам еще надо посевом здесь заниматься она как раскладывается интересно смысле понял так ван секунд please one момент лист собакин ко мне тут внезапно пришел так ты сейчас упадешь дружок сиди давай короче собачек собачкин меня просто очень маленький поэтому приходится с ним нянчиться периодически так ладно окей помчали поехали значит кукурузу мы пока будем сеять соответственно комбайн сгоняет в любом случае мы успеем сгонять и туда и сюда потому что кукурузу еще надо в любом случае время вырасти плюсом мы купили это поле мы купили это поле слушай а на нем же наверное что-то посеяно а что на нем может быть посеяно на пятом поле подсолнухи подсолнухи а подсолнухи так подсолнухи и кукуруза они кстати как раз да 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 они в одной категории так сказать окей тогда мне нужна уборочная техника где мой наикрутейший на вот он так ну слушай молодой хватит головой долбиться лежит у меня на коленях и долбится башкой об стол до кинь 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 кукурузу поехали тогда где мог где магазин я потерялся я реально потерялся а где это мой комбайн куда это я его загнал а все понял где сейчас тогда мы заберем жатку эту нашу новую которая по правильному называется початка собиратель вот початка собиратель соберем заберем из магазина приедем соберем подсолнухи и уже соответственно на место под계я подсолнечам подсолнечам подсолнуха все это мы закCKing закультивируем хорошенько и соответственно посадим туда кукурузку пусть будет тоже у нас кукуруза а подсолны подсол подожди а подсолнухи их же можно точно их можно на масло же отправить ну серьезно растительное масло дierzết остаточек подсолнухов делается кукурузное масло тоже ну рапсовый у меня есть тогда еще сделаем масло подсолнуха И, соответственно, запилим себе маслица не подсолнуха, а как она называлась-то, рапсовая, оливковая еще, кукурузная. А кукурузная, подожди, а кукуруза здесь куда идет? Если я зайду в производство, оливковая, подсолнечная, рапсовая. А кукуруза здесь в производстве не используется, получается, да? А почему кукуруза в производстве не используется? Вот это довольно странно. Может, здесь показывается только производство, которое у меня куплено? Зерновая мельница. Маслобойка. Так, допустим, молочная обработка винограда, пекарня, плотницкая, предельная, сахарный завод, фабрика хлопьев. Во! Фабрика хлопьев! Мне надо фабрику хлопьев купить для того, чтобы можно... Угу. Я понял, окей. Тогда купим вообще не проблема. А сколько ты стоишь, мать, фабрика хлопьев? Где ты? Туда потом сгоняем. Ну, явно мы не на комбайне, конечно же, поедем. Я возьму какой-нибудь либо тракторёнок какой-нибудь быстрый. Вообще, пора бы уже тачку купить. Да, куплю тачку. Почему бы нет? Пусть будет тачка. Буду гонять, как босс. Может, фуру купить? Бляха, хотел фуру купить давным-давно. Потому что тачка, конечно, круто, но... По сути, это не то, чтобы полезно. Вот, фура, это прямо-таки да. Это прямо мой уровень, мой статус. Мы же играли даже пару раз в Евротрак Симулятор. Надо будет, кстати... Блин, я вот не знаю. То ли в Евротрак Симулятор вернуться, то ли обратно заскочить в... Как же игра называлась? Сноу, 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 сноу раннер. Блин, ну такая же игра была шикарная. Она и сейчас есть. Надо, наверное, вернуться обратно в сноу раннер. Да, да. Наверное, я так и буду делать. Хорошо, поехал, работай. А ты не раздвигаешься никак? А, ты раздвигаешься. Ну ты молодец. Хорошо, что у нас по фурам? Сколько стоит грузовик? 179 рублей, не могу себе позволить. 110 тысяч стоит МАК. Давай, я хочу себе купить МАК. У тебя деньги еще есть? Деньги еще есть. Отлично. Так, я купил себе МАК, но мне еще нужен же и прицеп тогда получается под него. Смотри, вот я набираю себе прицеп. Какой тут самый жирный? А, смотри, а здесь прям много-много всякого. Мук. А здесь нету картошки. Ну, у него объем 75, ни хера себе. А у меня, кстати, по-моему, есть такой. Да, у меня есть такой. Вот такого у меня нет. Купить, да. Что, сколько? 145 тысяч еще денег осталось. Да, шикарно. Хорошо, поехали. Где ты? Не ты, не ты. Хорош. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Куда ты полетел? Ой, вот это, конечно, да. Вот это. А-а-а. Секс прямо. Давай, давай, давай. Паркуемся. Цепляемся. Я, походу, немножко промазал. Сексом промазал. Ну, ладно. Так, давай. А ну? Все, хорош. Поехали теперь затариваться. Ну, ты посмотри, ты посмотри, ты посмотри просто на эту красоту. Ой-ой-ой-ой. Как же хорошо. Как великолепно. Даже птички запели. Ну, чего ты, Бобби? Лежи спокойно. Сейчас спуститься надо. Я не могу понять. Бобби, пёсель у меня, он хочет слезть? Подожди. Стоп, стоп, стоп. Бобби, Бобби. Давай, иди, иди. Он маленький еще, он слезть не может. Он, ну, вот такой. Да не, шучу. Но в две ладошки. Он в две ладошки целиком полностью помещается. Поэтому. Поэтому, поэтому. Как дитё малое. Так, куда я еду? А, я на паку. Точно, я же еду в фабрику. А денег у меня теперь хватит. Что-то я не подумал. Фабрику-то поехал покупать. С другой стороны, я могу много всякого продать. Но я почему продаю всё это за кадром? Потому что, во-первых, ну, это не самое интересное занятие. А, во-вторых, я жду сезона. Для того, чтобы можно было продать по, соответственно, самому выгодному курсу. Что на запись не всегда получается. Так, подожди. Я сюда приехал. Здрасте. Сколько ты стоишь, мразь? Сто десять. Берём. Всё, хорошо. Отлично. Теперь я ещё и хлопушки... Ой-ой-ой-ой. Прямо великолепно. Так, кукурузу я сейчас собираю. Что у меня по складам вообще в целом? Погода, цены. Цены. Смотри, у меня есть пшеница, есть канола, есть соевые бобы. Сорок... Подожди, соевые бобы. А цены, смотри, показать колебания цен. Меня интересуют соевые бобы. Когда они самые дорогие? Где вы соевые бобы? Вот они, соевые бобы. А, так они в июне. У них и есть как раз максимальная цена. Бляха, сейчас надо их как раз продавать. Не, ну поехали тогда. А чё? Я тогда, да, я тогда с радостью. Что меня интересует? Так, зерновой элеватор. Пометить место. Поехали. Тогда продадим. А что ещё делать? Ну что, денег осталось 35 тысяч. Ну, это не то, чтобы мало. Но опять же, с другой стороны, это и немного. Да, да. Ладно. Ладно, я тебя понял. Да давай продадим. Подожди, а пока мы ещё, кстати, не приехали, можно, знаешь что, чтобы времени опять же не терять. А ты что такое? Ты... На тебе какая насадка? Ты культиватор? Ляха, я забыл, кто здесь культиватор. Чизель культиватор, сейлка, вот культиваторы. А у меня какой культиватор используется? Надо в игру почаще заходить. Так, это разбрасывал к этому самого разного. Так, подожди, где мой транспорт? Пляха, так, а я ещё ж не знаю, как, что оно, как, где выглядит. Подожди, давай-ка... Нет, ты ещё пока работай. Ты, соответственно, стой тут. Вот ты, отцепи. Отцепи эту дичь. Мне нужен культиватор. Это неужели не культиватор? А почему у меня тогда такой маленький культиватор? Значит, у меня где-то есть большой культиватор? Так, вот у меня культиватор. А почему он такой маленький? Бляха, я вообще ничего не понимаю. Почему ты такой маленький при условии, что там культиватор есть по 150 метров в ширину захвата? Нельзя прерываться на столь, 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 столь большую паузу в игре делать. Смотри. Плуги. А-а-а, потому что плуг. Ёб твою мать. Может, подгоночить в Азериканзе использовать колёсные грузы на тракторе. Это плуг. Это плуг. А вот, соответственно, культиваторы. Это для неглубокой культивации. Понял? О, ладно. Ладно, шоколады. Ну всё, теперь не будем делать тогда большие паузы, потому что я помню, что последний раз, по-моему, серия выходила три месяца назад. За три месяца можно было забыть, соответственно, вообще всё на свете. А-а-а, соответственно, я сейчас вроде как культивирую. Сорняки не должны расти, но мне надо будет накидать удобрения, чтобы получить 100% прирост урожая. Насколько я помню, эта всё система так работает на данный момент. Поехал. В смысле? Не найди на поле. Ты, блядь, на нём стоишь. В смысле-то не найди. Ну, теперь найдено. Отлично. Где... Так, ты не ты, когда голоден, а где у меня, соответственно... Как много техники, а? Я бы продал, на самом деле, пару труб... Ой-ой-ой, а ты что так медленно разгоняешься? Вроде не в горку, наоборот, с горки вниз. Стоямба. Пшеница нет, ячми нет, канола нет. Мне нужны бобы, соевые бобы. Давай все. Ты куда ты сыпешь? Ах, и всё мимо, естественно. Ну, сейчас обогатимся, нормально. Сейчас мы заработаем всё то, что тратили. А во второй автоматически ты не хочешь засыпать? Ну, я понимаю, для чего это сделано. Для того, чтобы можно было, соответственно, разные культуры с собой брать. Хотя, ладно, чего я выпендриваюсь? Пусть будет. Так, и теперь мне надо, соответственно, продать соевые бобы. Показать действующие цены. Вот сюда, 3611. Показать место. Потому что в июне самая высокая цена. В июле уже пойдёт спад. Есть, конечно, такой вариант, что ещё в июле будет, например, 3,700 и стрелочка типа вниз. А может получиться так, что как бы и не будет такой фигни. Можем пролететь с ценой, чего мне делать бы не хотелось. А зачем мне вообще эти деньги сейчас? Ну, надо запланировать, что мы ещё можем в целом купить. Ну, опять же, расширение полей. То есть, если мы сейчас взяли кукурузу подсолнухи. Блин, а кукурузу или подсолнухи садить? Что-то я не подумал. Получается, надо и то, и другое. И кукурузу, и подсолнухи. То есть, мне надо ещё одно поле. Ну, ладно, раз уж кукурузу задумали, давай тогда здесь мы делаем кукурузу. Вот. Тем более, фабрику купили ради кукурузы. Как хера себе. Здесь мы будем тогда сажать кукурузку. Потом купим ещё одно поле. Для того, чтобы там уже засаживать подсолнухи. Соответственно, будем делать хлопушки. И будем, соответственно, делать ещё дополнительно растительное масло. Что не может не радовать. О, бабло полилось рекой. Так, 127 тысяч. И тут ещё малёха. Ну, и ещё 52. Хорошо, 214 тысяч у меня есть. Так, это ты у меня, получается, культивируешь огород. Смотри, а где у меня тут посмотреть обработку? Созревание. Ага, смотри. Так, отлично. Отлично, отлично. Так, сорнячка тут нет. Собран урожай, культивация, вспахано. Вот оно, вспахиваю. Я сейчас вспахиваю. Я сейчас вспахиваю. Соответственно, после вспашки найми тубэ мешает объект. А что это у меня тут? Пытай-дай, блядь, пораскидывал херни всякой. Где у меня тут где-то малю, вот этот дрочек был. А, смотри, после вспашки потребуется посадить сел коплю. Она сама ещё удобряет. И потом жидкое удобрение ещё надо будет закинуть. Сорняков тут не должно быть. Сорняков тут быть не должно после вспашки. Или же после культивации бляха ничего не помню уже. Ну ладно, одну серию потупим. На следующий день я, на следующий раз я опять уже все вспомню. На следующий день не буду обещать. Ну мало ли. Ну точно уже перерыва в три месяца не будет. Либо я удалю игру, либо я её до конца до пройду. Потому что, ну, в конце концов, двадцатую часть мы прошли от и до. Узнали, соответственно, все азы. Вообще так-то, по идее, неплохо было бы вернуться, не вернуться, а начать уже играть во взрослую версию. Вот. Ну, всегда я говорил, что чем мобильная версия лучше, тем то, что она... То есть, получается, прицеп его нисколько не смущал, да? Его смущала вон там маленькая фиговина. А то, что прицеп, трактор, это на Эмиту Б не мешает. Спасибо. Вот. Ну, что я хотел сказать? А, на взрослую версию. Ну, взрослые версии там говорят, что там прям вообще пипец сложно. То есть там, ну, блин, там всё это проработано гораздо более серьёзнее. Опа, всё. Я тут переехал, понимаете ли, путь ему освободить, а ему ничего не надо. Ему и так хорошо. Ну, и пошёл ты в жопу. Так, а ты сеялка. Что мы договорились? Кукуруза. Блин, а ты будешь раскладываться, поворачивать, или ты вот так вот в узкий рядок и будешь сеять? Что я понять не могу. Ну-ка. Приспособление не наполнено. Ага. Ну, в автоматическом режиме это насрать. Ну-ка, давай проверим. Оно, по идее, должен разумно не может быть. Оно такое узкое. Или может быть. Что ты делаешь? В смысле? А, ебать! Дурак! Я думаю, оно само разворачивается. Просто непривычно, что там боковой крюк есть для перевозки. Обычно этот боковой крюк, он есть на комбайнах. Ну, на жарках точнее. Стоять боятся. Ну, все, окей. Блин, ну культивироваться, конечно, будет долго. Так, а что у меня по комбайну? По комбайну. Где ты, комбайн? Блин, он практически полностью заполнился. Мне срочно нужен трактор. Притом, трактор такой посерьезнее. Вот, например, вот этот. И мне, соответственно, нужен большой мощный прицеп. А вот он стоит. А он с чем-то? А с чем он? Да, нет, вроде пустой. Просто фуру, получается, загрузить мы кукурузу не можем. Подсолнухи, извиняюсь. Да и кукурузу тоже не можем. Ни подсолнухи, ни кукурузы. Там вроде все свое загружается. А в эту шляпу мы, соответственно, загрузить можем. С какой стороны к тебе подъехать? Справа и левая, дружище. Как раз ты бункер свой заполнил. Отлично. Давай, засыпай. Семочки поперли. Ну, мы их на переработку, наверное, отвезем. Пусть, соответственно, масло тоже будет перерабатываться. Мы посмотрим, что у нас по производству. Рапсовое масло. Канул, оливки. А, вот все закончилось, да? Ну, сейчас подсолнухов туда закинем. И, соответственно, подсолнечное масло включить. И туда мы сейчас это все дело отвезем. А, ну нет, не сейчас. Ему еще раз-два. Надо будет съездить немного туда-обратно. И, соответственно, после этого уже отвезем. Так. Стоять боятся. Погоди. Сейчас, секундочку, буквально, секундочку, секундочку, секундочку. Вот так я сделаю. А, ну... Хорошо. Так, где ты там у меня? Я хотел параллельно поехать, но резко появилась задача, которую надо было решить здесь и сейчас. А, ну... Вот ты... Давай, идем сюда. Расчехляй трубу. Трубу расчехляй. Надо будет, кстати, комбайн сразу отсюда убрать. Такая труба длинная. Ну, не говори, что... Ну, ну, блинский. Ну, вот чуть-чуть же не хватило, ну. Да ну как? Ну, вот, ну, плях, ну, над прицепом же. Слышите, пошел ты где? Ты еще работаешь, ты не работаешь. Вот ты. Чего-то выгружать всем ушко-то не хочешь. Во! Все. И в сторонку сразу отъезжаем. Надо вообще еще определиться с местом стоянки. То есть реально какое-нибудь место под стоянку запилить. Чтобы туда технику сгонять, когда она, соответственно, не нужна. Так, производство от Лизерновая маслобойка. Вот оно, маслобойка. Поехали. Расходы на топливо 17 баксов. Это кто-то у меня топливо нажрал на 17 долларов. Нахера себе. Ну, как-то мои свиньи поживают. Их тоже в целом можно продать, но они мне там жидкое уведомление... Жидкое удобрение производят. Где у меня вообще в целом животное? Жидкий навоз солома. Так, жиротва есть. 10, 10, 10. А почему их так мало? Их же вроде больше был. Или я их продал сколько-то? Блин, а сколько их вообще влазит? Что я не помню, то ли у меня было максимальное количество, то ли я хочу, то ли курей, максимальное количество. Тоже надо этот момент уточнить, не помню я его уже совершенно. Ладно, поехали. Поехали, помчали, сгрузим все это мероприятие. Что такое? Вы здесь можете... Так и все, я загружаю. Ну? И? А, у меня же потому что не посередине точно выгрузка идет. Твою-то мать, перепутал с фурой. Там посередине идет выгрузка, а здесь вот так вот. Все, окей, ладно. Это тоже сделали по красоте. Там мы скинули, соответственно, все это мероприятие. Давай смотреть по складам. Где у меня склады? Что у меня есть? Есть пшеница. Есть пшеница. У нее максимальная стоимость в декабре. Есть канола. Ноябрь. Все остальное ушло у меня в производство. Есть солома декабрь. Ну и солома вроде как ничего не делается. А одежда. Одежда. Нихера себе. Здравствуйте. В смысле, подожди. Одежда. Одежда из чего делается? Придельня. Это ткань. Литодежда. Плотницкая пекарня. Обработка. Наверное, одежда и есть. А, вот, ебать, ателье. То есть я делаю... А-а-а-а. Бляха, надо хлопком заняться. Так, а фабрика хлопьев. Здесь, соответственно, кукуруза. А, так мне и то, и то. А я думал, есть же кукурузные хлопья, есть овсяные хлопья. То есть мне все три ингредиента надо? Или какой-то один ингредиент? Подожди, где-то у меня. А, тут все надо. И овес, и узюм. Твою мать. Так, а зачем я тогда виноградный сок делаю? Распределение. Хранение. Продажа. Виноградный сок. Выключить. Изюм. Включить. Хранение. Так, изюм есть. Че, че, что, 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 что мне там еще? Овес. Овес. А у меня где-то вообще растет овес? Мне кажется, что прям вообще нет. Блинский. Проще тогда денег намутить и купить сразу поле, чем... Блин, что-то я протопил. У меня получается овса-то вообще нет. Да. А это у меня шерсть. Это шерсть. Соответственно, это мне надо заниматься еще и овцами. Овцы. Овцы. Овчарня. Овцы. Вот она. Давайте сгоняем, посмотрим, что у нас там вообще в целом. Блин, мне надо тачку купить. Без тачки этой маленькой невозможно. Где тачанка? Автомобиль. Да почему только одна такая маленькая машинка? Ну, дайте нормальную какую-нибудь... Надо мод установить с какой-нибудь Феррари. Ламборджини. Ламборгини. Вроде как-то так правильно. Не особо шарю в этих ваших всех дорогущих машинах. Форд. Вот. Да. Вот это вот то, что я знаю. Так, что-то мне подсказывает, что я не в том направлении еду. О, здрасте. Забор. Нихера себе. За что? А ты по горам, по лесам умеешь гонять? По полям, по полям. Синяя водила едет к нам. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, и что почем? Ну, давай посмотрим. Сколько тут стоишь? 97 тысяч. Берем, естественно. Так, этих мы взяли. Дальше, что нам надо? Что нам надо? Овец у меня, получается, нет. То есть, мне пока ни одной овцы не дали. Сволочи. Что надо по овцам вообще в целом? Смотри, статистика помощь. Овцы. Животные. Ну, это понятно. Увеличение земледелия. Это неинтересно. Это не то. Это все не то, не то, не то. Снова коровы, лошади, гуру. Овцы. Корм. Трава и сено. Трава и сено. Сено у меня, кстати, есть. А у меня солома есть, блядь. Траву надо садить, получается, еще. Надо садить траву. А свиней я сюда на чем привез? Это значит, что у меня должен быть где-то прицеп для животных? А у меня нет такого. Он называется Сильверстар, Ной, либо Белведер какой-то. Сильверстар, Норт, либо Белведер. У меня нет такого. Я не покупал. То есть, получается, я, наверное, покупал, но по итогу его потом продал. А иначе как я свиней мог купить? И сколько ты стоишь Сильверстар? 80. Блин, ну я сейчас продам. А, мне даже не хватит денег. Ну я, наверное, за 80 Сильверстар буду покупать. Почему? Потому что, ну блин, а как иначе? Хура у меня есть, топовая, топовая. Ну, не считая того, что продается за деньги. Так, где ты? Где ты? Вот ты. Блин, ну он быстро посадит. Он того догонит моментально. Он очень быстро его догонит. Доедь уже. Дополнительный урожай 75%. 75%. Соответственно, если я пройдусь еще жидким удобрением, то у меня будет все 100. Где он, кстати, жидкая моя удобряшка? А где? Ааа, подожди. Я жидкую свою удобряшку где-то я ее оставил. Она же была к красному трактору прицеплена, насколько я помню. Где-то здесь должна быть такая невзрачная черная некрасивая бочка. Вот она стоит. Вроде как это оно. Так, сюда едем. Да. Вот оно. И удобрения я, соответственно, эти буду покупать. Потому что сейчас у меня их нет. Свиньи мало приносят навоза. Жидкого. Все, я готов удобрять. То есть смотри, какой план действий. Я сейчас за кадром дождусь, пока вот тот маленький прокультивирует. Этот засеет кукурузу. А тот, соответственно, все это обработает. Сделаю себе урожай плюс 100. Ну, по факту он, по-моему, плюс 50 будет. Потому что тут и так 50 вообще в целом изначально. Это что-то. Ну, короче, сделаю себе максимальный урожай. Вот. Заработаю маленько денег. На следующий раз мы покупаем Сильверстар. Покупаем овец. И, соответственно, покупаем еще одно поле, которое мы полностью засеем травой. И, соответственно, будем разводить овец для того, чтобы можно было собирать шерсть. Шерсть, она собирается в какой-то определенный или нет? Молоко. Хлопак. Это понятно. Прицепы с винтовым прицепы обычные. Шерсть в какой прицеп загружается? Как вообще перевозится? На поддоны тоже выгружаться будет? Ну, видимо. Потому что, а как иначе? Наверное, она тоже будет каким-то образом куда-то выгружаться. Короче, разберемся. То есть шерстью. А, ну, опять же, я комментарии почитаю. Да, то есть там шерстью будет виднее. Будем заниматься шерстью. Соответственно, нам еще надо будет овес куда-то где-то посадить. Потому что иначе мы не сможем производить хлопья. Не, ну это прям беда. Это прям беда. Так, ты, дружище, давай разворачивайся. Кукурузные хлопья пока выключаем. Выключаем. Они не производятся. Подсолнечное масло. Подсолнечное масло. Все хорошо уже в процессе. Плюс у меня там еще мебель производится. Так, дружище, давай отъедь, потому что сейчас будешь мешаться. Хорошо. Продолжим тогда в следующий раз. Ты пока подписывайся на YouTube-канал, на Telegram-канал, на Boosty. Пиши лайки, ставь комментарии. Большое спасибо, что посмотрел. С тобой был Роман. И до новых игр.